Допустим Допустим, отапливаем дом Вот там, смотрите Видите? Вот недалеко, вот тут, за деревней С севера забор Причем, лучи бьют в него И здесь получается микрозона Когда лучи подогревают этот участок Я называю это тепловой подушкой Ну, отсюда ветра не бывает Но все равно какое-то прикрытие Вот, забор И так, со всех сторон, с четырех Закрыто Ветра Вот они, вот видите, ветра Но такие, которые не дают застоя Которые не концентрируют здесь всякую пакость Все-таки ветер есть Но уже не такой страшный С одной стороны, если было открыто И Нет, не это Если бы его совсем не было Здесь был бы уже застой А застой, это те же самые Как их назвать? Ну, те же самые Листогрызущие и Листососущие насекомые Вот, теперь смотрим Есть ли тут персики Один Отсюда я не вижу Накчен привит Ага, вижу На абрикос Персик привитый На абрикос Почему я не борюсь с абрикосом Вот, я хочу, чтобы они Полно... Это один из вариантов А до сих пор не знаю Сколько оставлять от подвоя Когда он начинает Догонять привой Не знаю Тогда Получается, что Здесь Какое-то хрупкое равновесие Ну, скажем По площади листьев Персик справа А абрикос Манджурский слева Уже вижу Неестественно Крупные Я бы сказал Огромные листья Для манджурского Абрикоса И потом Они еще и не совсем Уже манджурские Вот, чисто Смотрите Или не так Не совсем абрикосовый листь Видите, что такое Настоящий абрикосовый листь Запомнили Это на всю жизнь А вот этот Неправильный абрикосовый листь А у него У него Он сроднился с этим персиком Листь еще не персиковый Но уже неправильный Значит, что я жду Еще не было ни одного плода На вот этом вот Подвойном Манджурском абрикосе Но я надеюсь Что они будут Тоже неправильные плоды Любые Мелкие Крупные Кислые Горькие Сладкие Супер сладкие Лишь бы они были неправильные Это мое Я на этом засыклен Сами понимаете И наконец Здесь еще последний персик Вот видите Вот А он привит На китайскую сливу Почему я ее не отрезаю Ее постоянно мусило тля Я не подскажу сюда секаторам Персики Ой, абрикосы тля не трогает Вообще Никогда ни одного абрикоса В жизни не опрыскивал А когда-то Вот эти сливы китайские Я прыскивал Вот Ну пока молодые Пока развивались Пока Я развивался Сейчас их не трогаю Пережили они тлю Вот уже Смотрите Не померли Побеги дали Дали Чего я жду Правильно Мне нужно посмотреть Какие Получатся Плоды У китайской сливы Какие должны быть Я знаю Не крупные 15 грамм Темно-синие Или красно-синие Вот А я хочу Чтобы было Как у нашего Этого Любимого Винни-Пуха И что Мед неправильный И пчелы неправильные И у меня Неправильная технология Потому что Она неправильная Потому что Она на самом деле Другая Вот Неправильная С точки зрения Моих оппонентов Она просто другая Вот так, друзья Ну а какие На сливе Получаются Персики Вот они Всегда Чистые Редко-редко Какой листик Как бы Сказать-то Ну сейчас же осень Вот уже кое-где Желтые А так Совершенно здоровые деревья Ну что Закончить На этом Или где Так Венгерка Наша Ветки Будут ваши Вот Стартовая слива Одна из самых крупных У нее плоды До 100 грамм Представляете Вот Она пока Наша А ветки Будут ваши Вот Ну сейчас Кажем годом Интерес Садоводство Падает 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 И похоже Скоро Это Это Никому Не Будет Нужно Вот Королевский Абрикос Выращен Из Косточки Посмотрите Какой лист Жду Чуда Ну Это мы Проходили Вот Все Гости Уезжают Не знаю Довольны Или нет Но Уезжают Вот Книгу Не купили Вот Ну Они Обязаны Покупать Все Правильно Так Друзья Наверное Я Этот Небольшой Фильм Закончу А Знаете Что Я Посмотрел На них Ну Нормальные Люди Так Вот Есть люди Которые Приезжают С горячими Глазами Вы их Тоже Знаете Это Совсем Другие Люди У них Энергетика У них Горят Глаза Это Невероятно Так Я им Даже Не предложил Но книги Предложил А вдруг А вот Это Вот Последние Косточки Вот Они Персика Да Вот Они 100 Рублевые Вот Они Уже Давно Тут Лежат Я Все Ребен Забываю Город Забрать Там У меня Трехлитровая Банка Полная Но Тоже Никому Особо Не нужны Вот В том году Я 720 Штук Продал За 2-3 Недели Вот Многие Помнят Об этом Потерялась Посылка Три недели Искали Многие Мнервы Мотали Когда пришла За 2 недели Разобрали Эти 720 Штук Это было От 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 Медленного Избрянска Вот А сейчас Свои Есть Чернобаева Есть Еще Одна Посылка Избрянска Прошла Но Уже 200 Самых Уже Правда Половины Нету 200 Этих Хасанских Перчиков И 70 Муродские Их Тоже Уже Половину Разобрали Но Вообще Если Так Брать То Получается Что Получается Что Каждым Годом Дела Все Хуже Хуже Как Растут Абрикосы Давайте Залюбоваться Раз Два Три Ну Не Каждая Прививка Получается Вот Ну И Получается Тоже Что Это У меня Абрикос Академик Вот Это Чудо И Чудес Так А вот Это Вот Вишня Я на нем Персик Прививал Персик Погиб Прививка А вот Вишня Пошла Расти Хотя Под ней Огромные Огромные Вот Видите Что Соорудили Эти Самые Как их Назвать Мравьи Вот Так Вот Ничего Не погиб Хоть и пугает И Наконец Еще Круче Вот Что Это Такое Сейчас Вам Покажу Я К чему Это Говорю Вот Фаина 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 А второе Слово У меня Память Не Прочел Ну Фаина Она и в Африке Фаина Это лично Мой Сорт Это клон Сортообразец Посмотрите Приросты Высота Эти Приросты Больше Двух Метров Вот Не пугайтесь Еще Кем это Было Персики Вот Смотрите Этот Персик Который Ему Четыре Года Он Вначале Практически Замерз Вот Видите Практически Замерз Вот Взял И почти Замерз Ниже Появились Побеги Которых До этого Не было Вот Те побеги Видите Они свежие Вот Темные Побеги Это Которые Были Но Не замерзли А Вот Те Которые Подельнее Вот С той Стороны Видно Это Свежечки И они Погнали Вот Такие Вот Вы думаете Что Вот Этот Скелет Появился В прошлом Году Нет Ребята Сейчас Я Люблю Точность Смотрите Вот Он Взял Появился Вот Видите В прошлом Году Вот Это Было Взято Вот Это Было Взято Черенок На Прививку Снизу Пошел Побег Внимание Это Все За Один Год Скелет Видите Это Все За Один Год Видели Да Два Метра Вот Что Будет Дальше Как Не Укрывал Так И Не Укрываю Вот Вот Выжить Выжил Еще Раз Показываю Вот Дальше Дальше Продолжение следует...